В области зарегистрировано 7 966 случаев коронавирусной инфекции. 4 736 из них симптомные. О текущей ситуации по коронавирусной инфекции рассказали на брифинге в региональной службе центральных коммуникаций. За последние сутки зарегистрировано 63 новых случая. Моя коллега подробнее. За последнюю неделю в области зарегистрировано 457 случаев заболевания COVID-19. А это на 7,6% ниже прошлых 7 дней. Из общего числа случаев 18% заболевших выявлены при профилактическом обследовании. 61% зарегистрирован среди лиц, обратившихся за медицинской помощью. Еще 22% выявлено среди контактных. Вчера состоялась медицинская комиссия под председательством премьер-министра, на которой был принят ряд решений. В частности, было решено установить запрет на проведение зрелищных, спортивных, других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничных корпоративов. Поэтому по этому поводу хотелось бы прокомментировать. У нас все запреты были, они действовали. Ничего нового здесь у нас не происходит. Никакого усиления дальнейшего ужесточения мер пока не планируется, потому что регион находится у нас в желтой зоне. С 10 декабря. С 14 декабря был выявлен ряд послаблений. На данный момент данные послабления действуют. Хотя все зависит от эпидемиологической ситуации. Продолжают регистрировать случаи КВИ среди завозных категорий лиц, прибывших из Российской Федерации и других зарубежных стран. Всего с 6 октября по 19 декабря этого года прибыло через пункты пограничного контроля более 39 тысяч человек. Рассказали на брифинге о ситуации по заболеваемости среди школьников. С начала сентября текущего года зарегистрирован 281 случаи заболевания COVID-19. Из них обучающихся в штатном режиме у 138 и в дистанционном у 143 человек, которые не связаны с посещением школ. В связи с регистрацией заболевания на данный момент переведено обучение на дистанционный формат в шести школах области. Ответили на брифинге и на вопрос о проведении в школах и детских садах новогодних утренников. Новогодние утренники, как известно, Медвестная комиссия постановила, что они под запретом. Поэтому, как раньше было в прошлом году и ранее, это большие елки, хороводы с детьми. Получается, когда собиралось большое количество людей, плюс в различных театрах проводились мероприятия, данные мероприятия под запретом. Но между тем, в дежурных классах и в дежурных группах не будут проходить различные мероприятия, не утренники, а мероприятия, которые посвящены теме нового года. Эти мероприятия будут проходить без участия аниматоров. Только дежурные группы в садах 15 человек и только тот персонал, который непосредственно каждый день контактирует и воспитатели, нянечки. На сегодняшний день занятость коучного фонда в инфекционных стационарах составляет 47%, а это 540 пациентов. В среднем сутки кареты скорой помощи доставляют 52 заболевших. В инфекционных стационарах госпитализуются пациенты, которые имеют абсолютные показания госпитализации. А именно снижение сатурации кислорода ниже 93, наличие дыхательной статусности и выраженные симптомы интоксикации, не подающиеся лечению на протяжении от 5 дней и больше. На амбулатонном лечении пациенты находятся более... Был у нас эпизод, когда более 2000, доходило до 2400 на амбулатонном лечении. На сегодняшний день находится около 1787 пациентов. Для того, чтобы не допустить вспышек заболеваемости, Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля принято решение о закрытии шести населенных пунктов в двух районах. В Есельском районе, в селах Явлинка, Ясновка, Николаевка и Петровка, а также в районе Макжаны-Жумабаева, в Булаево и Таманском. Анастасия Дроняк, Адель Нуржанов, Служба новостей.